Добровольцы Я поднимаю правую руку и называю какое-то свое увлечение. Ну, например, я люблю читать. Поднимаю левую руку и называю еще какое-то увлечение свое или хобби. Ну, например, я люблю играть в компьютерные игры. Ваша задача, если вы со мной похожи в чем-то, в каком-то увлечении, взять меня за ту или иную руку. Понятно? Все, поехали. Я люблю читать и я люблю играть в компьютерные игры. Я люблю читать и я люблю заниматься музыкой. Я люблю заниматься музыкой и я люблю петь. Я люблю петь и я люблю кататься на лыжи. Я люблю кататься на лыжи и я люблю кататься на велосипеде. Я люблю кататься на велосипеде и я люблю кататься на коньках. Я люблю кататься на контракте, люблю играть в компьютерной Ну вот, и практически мы с вами сомкнулись, но мы смыкаться не будем. Ребят, у меня вопрос в 3 класс. Скажите, пожалуйста, мы разные? Да. Да. А в чем мы разные? В интересах. В интересах, совершенно верно. Давайте посмелее. Скажите, пожалуйста, несмотря на то, что у нас интересы разные, но что-то нас все-таки объединяет. Как думаете, что? Верно? То, что мы люди. То, что мы люди. Отлично. Еще что нас объединяет? То есть у нас есть хотя бы одно из двух интересных, но по некоторым интересам мы похожи. Замечательно, Влад. Мы все ученики ФТЭЛ. Вот. Мы еще все ученики физико-технического лицея. Еще что ученики. Мы все живем в Саратове. Мы все живем в Саратове. Отлично. Мы все живем в России. Мы все живем в России. Мы все живем в России. Правильно. Молодцы. Садитесь. Спасибо. Значит, на прошлом уроке мы с вами начали работу, но немножко и не успели в связи с холодом. Это разделившись на творческие группы по интересам. Каждая группа выбила себе теми для исследования. Давайте с вами вспомним, какие это были темы. И я Вас сейчас попрошу, по этим темам ну немножечко поговорить. Создать некий обобщенный образ Саратовской области, поскольку мы с вами говорили про Саратовскую область. Давайте вспомним какие были темы. Аня, вот ваша группа на какой вы работали? Мы работали на группе ценно-национальной и саратовской губернии. Многонациональной и саратовской губерния розы. Дальше, вторая группа. Вы работали на тему конфессиональной Саратовской области. Совершенно верно. Смотрели, какие религии есть в Саратовской области. И последняя, третья группа, 4, правда, была группа. Третья какая у вас была? Экология Сарата. Экология Сарата, по пути решения проблемы, да? И еще была одна группа. Лицо в истории Саратов. Да, совершенно верно. Саратов в Лицах, Саратовская область в Лицах. Давайте сейчас попробуем создать обобщенный образ Саратовской губернии. Пожалуйста, Аня. Только очень внимательно, но в этой пучке подключите. Прошу? Да. Только ничего, спасибо. Многонациональная Саратовская губерния. Национальный состав Саратовской губернии, а это 2 миллиона 600 тысяч жителей, очень разнообразен. Сегодня в Саратовской области проживают русские, казахи, украины, церадары, армяны. Народная численность которых достигает несколько сотен человек. Например, греки, тергинцы, гиргизы, калмыки, бенгры, гагаузы. Несколько десятков человек. Чехи, буряты, унитины, гидранцы. И народная численность которых исчисляется до десяти человек. Это эскимосы и бедные коряки, бось, порычи. Русские, как позже и формия, составляют большинство населения. В Саратовской губернии 2 миллиона 300 тысяч человек. 85 процентов. Всероссийская перепись населения в 2010 году показала, что казахи стали второй по численности населения 79 тысяч человек. 3 процента. Наиболее многочисленное казахское население в Александргайском, где казахи стоят абсолютное большинство населения. Третье место удерживают украинцы. 667 тысяч жителей. Также мы узнали интересный факт о том, что большинство Саратов, что 30% населения Саратовской области имеют или украинские фамилии, или украинские корни. Татары стали четвертой национальностью. 55 тысяч человек. 2,5 процента. Они компактно проживают в Базарном, Кругуавском, Теркачевском, Дершовском, Петровском районе. В Саратове выходит в Саратове работает Татарский культурный центр и выходит в газету «Мусульманский лестник». В XVIII веке империодница Екатерина II своими манифестами пригласила жителей Европы переехать к нам в Россию и жить на берегах Волги. На приглашение отликнулись тысячи жителей из немецких государств. Отдавшие из государств Дании, Швеции и Австрии. Попозже, с начала XX века было около 190 колоний с населением 400 тысяч человек. Преимущество немецкой национальности. В Саратовской области иностранцы сеялись на улице, которая в 1825 году стала называться немецкой, а в 1935 году была переименована в проспект Кирова. Таким образом, сегодня в Саратовской области в сотрудничестве живут русские, казахи, украинцы, татары, азербайджанцы, армиянецы, цыгари и немцы. Всего 134 нации и национальности. Аня, когда вы работали на проект, что-то вас удивило? Вы сейчас потихонечку начали заполнять карту в Саратовской области? Да, я на самом деле никогда не думала, что у нас живут столько наций и национальностей. Я думала, что нас намного меньше. И, как показалось, у нас уже есть даже такие, как я сказала про татар, то, что у них выходит своя газета, у них есть свой культурный центр. А еще я узнала то, что у них даже есть собственное поселение, и там они подсоедают песни, свои облады. Свои традиции обучили? Да. Замечательно. Спасибо, ребята. Садитесь. Следующая группа, она работала у нас, называется многокрессиональная саратовская губерния. Давайте посмотрим, что у них получилось. Проводясь с левой, мы выясним, что саратовцы исповедуют все национальные и мировые религии. Православие считается исконно русской религией. Из-за этого у нас около 70 процентов. У нас примерно около 9 процентов. А 300 – 15 процентов, которых процентов чуть меньше этого процента. И 9, примерно, как я помню, на лицо на 20 процентов. Так что можно выяснить, что в Саратове все… Мы с ним и Саратовцы исповедуем все люди мира. Царь православных больше всего насчитывается в Балашовском и Саратовском районе. Иудеев там очень много у нас в Азинском районе. Протестатов в Энгельском районе. Так же, как и католиков. Мусульмансов у нас в Красно-Партизанском районе. И также в Балашовском. Хоть нас много, но мы можем уживаться. Вот и где-то уживаться. И что дальше? Когда мы провозили эстетирование, оказалось, что конфликтах на религиозной почве было очень мало. Например, в Марксе в 2001 году Мараденов подожила жулиную религианскую церковь. А там вообще остановка? Спокойная. Спасибо. Мы говорим сейчас в этом вопросе. Спасибо большое. Следующая группа работала. Мы взяли такую тему. Вы долго думали, брать или не брать, но решили все-таки на ней остановиться. Экологическое многообразие Саратской губернии. И посмотреть, что у нас там с экологией в нашей губернии и в нашем городе Саратове. На данный момент Саратове сложилась критическая экологическая ситуация. Каждый день предприятия и автомобили загрязняют воздух и почву. Для начала остановлюсь на Саратове. Саратове много заводов загрязняющих атмосферах. Крупный нефтеперерабатывающий завод Крегин, заводы химической промышленности, табачная фабрика и другие. Из этих заводов мы имеем вредные выписы в атмосферу, что приводит к сравнению и хроническим заболеваниям. Еще, что очень удивительно, что больше огромных количеств загрязня производят не предприятия, а автомобили. То есть, когда автомобиль стоит в пробке, он производит намного большее количество выхлопных газов, чем нежного подвела. Все это происходит из-за узких дорог Саратов и неудобных развязок и объектов. Огромное внимание стоит уделить реке Гоги Саратове. Вода в ней очень неблагоприятная. Та вода, которую мы пьем. И еще раз поразил тот факт, что реке Гоги обнаружили рыбу мутант. Пираньи. Местный рыболов с волоском долины формал огромную рыбу пираньи, весом 1 кг. Рыбе было 5 лет. Как вы знаете, рыба пираньи – это очень опасная рыба, которая всеяна и даже могут охотиться на людей. Ну а теперь мы рассмотрим области. Город Вольск. Завод отбеста цементных изиль. Выбрасывает асбестовую пыль. При вдыхании этой пыли развивается болезнь асбестоз. Что-то вроде статуроза. Город Балаково. Завод по производству резиновый, резиновый атмосфер. Поселок Татич – вообще ядерное захоронение. Ну и какие там… Конечно, в области есть и чистые города, где экологическое состояние более неблагоприятное. Мы можем привести примеры Хвалынска и Отказка. Какие меры мы можем предложить по улучшению экологического состояния в нашем регионе? Конечно, мы не можем заставить власти нашей соорудить естественные сооружения на предприятии или расширить дороги. Но мы можем с удовольствием поучаствовать в массовой посадке деревьев, саживании, очистке нашего города. Как непонятно делают дети в Анкарске. Каждую субботу ребята выезжают очищать свой город. Они убирают мусор или сажают деревья. Еще, конечно, очень важно, чтобы мы сами верили в это, и селиться в нашем городе. Ведь многие люди проходят и просто бросают мусор на землю. Думаю, что их небольшой пластиковый стаканчик или билетик не принесет особого беда в жечь среде. Но ведь все большое складывается из маленького. Старайтесь беречь наш город. Спасибо. Посмотрите, наша карта с вами заполнилась. Какая она получилась у нас многогранная, многоликая. Территория Саратовской области достигает 101 тысячи квадратных километров. Население, которое проживает на территории Саратовской области, это 2,5 миллиона человек. Свыше 130 наций и национальностей. Здесь практически представлены все мировые религии, даже национальные. Такие, как, например, иудаизм. И в нашем Саратове, группа не сказала, они выяснили, что есть даже 2 синагоги. Такая область неоднозначная в экологическом плане. От заповедных зон до радиационных могильников. Вот здесь мы с вами живем. В нашей многоликой Саратовской области. Скажите, пожалуйста, вот то, что проживает здесь огромное количество национальностей. Но так сложилось исторически, что Россия формировалась как многонациональное государство. Соответственно, и ее субъект федерации, Саратовская губерния, тоже формировалась как многонациональный субъект. Вот мы разные, это хорошо или плохо? Вот я предлагаю вам, каждому, подумать и ответить мне на этот вопрос. Давайте так. Я считаю, значит, многонациональная Саратовская губерния это хорошо, потому что. Многонациональная Саратовская губерния или многорелигиозная, давайте вот эти два понятия, это плохо, потому что. И попробуйте только не давать какие-то прапоретные ответы и отвечать штампами, ну а пытаться какой-то, может быть, пример привести. Это хорошо или плохо, просто высказывая свое мнение. Ну давайте прямо с самого начала, что ли, начнем. Семенка, давайте. С вас. На Саратовской области, я считаю, это плохо, потому что у нас могут возникать конфликты, потому что мы не понимаем иногда друг друга. У нас разные нации, не понимают друг друга и возникают, соответственно, конфликты. То есть вы считаете, что это плохо? Мы разнаем новые законы других национальностей. Вот, например, в Канаде, если поехать в Канаду в красиво-норковой шубе, там, из натурального меха, то у нас могут быть с кислотой или какой-то краской. То есть... И ты уешь без шубы, да? То есть если бы заранее почитал, посмотрел, обычаи и традиции этой страны, наверное, вот натуральный шуб туда не поехал. То есть надо знать, да, вот даже в случае, в целях личной безопасности. Да. Да. Даша. Я считаю, что национально саратовская губерния это хорошо, потому что мы можем узнавать традиции и обычаи других народов. Вот, например, я вот недавно ходила на праздник Сабантуй. Это праздник по окончанию посева. Там вообще это татарский праздник, но приходят те, кто желает. Там проводятся разные конкурсы, вот я тоже участвовала в конкурсах. И очень вкусная еда, вот, татарская традиционная еда, да, это перемячики, да, очень вкусные. Пожалуйста. Дальше, Ань. Я считаю, что национально саратовское губерния это хорошо, потому что, как уже сказала Даша, мы вот принимаем традиции и обычаи. И еще вот у нас еду, скажем, какие-то, например, украинские галушки или узбекский плов, или вот еще в Азербайджане есть очень вкусная пахлава. Пахлав. Также есть украинский бовр. Украинский бовр. То есть про еду сегодня. Ну, национальный состав как-то представлен? Народы, которые разные в национальности, они внесли какой-то вклад? Да, конечно. Вот, мне кажется, национальная саратовская область это хорошо, потому что множество зданий, построенные в Саратове, например, ИСГУ и здание третьей советской больницы, были построены иностранцами. Не помните, кто построил? Ко всем, кстати, вопрос. Мювки. Мювки, помните? Карл Леонидович Мювки, который по национальности был немцем. Да. Да. А также в Саратовской области были писатели и музыканты других национальностей. Не помните кого-нибудь? Лев Кассий. Из литературы. Лев Кассий. Да, еще кого-нибудь вспомните? Альфред Шневский. Альфред Шневский. Да, известный еще музыкант, который внесли большой вклад в развитие не только культуры нашей Саратовской области, а вообще в культуру России. Так, Жиль. Я считаю, что это плохо, потому что из-за этого происходят межрелигиозные конфликты, из-за которых страдают невидные люди. Плохо. Так, давайте дальше. Лиз. Хорошо. Так как нации и другие составляют большую часть нашего населения. И если бы не было, мы просто не смогли бы территорию свою освоить, и нас не перехватало, и мы бы ее не... То большее количество людей встанет на защиту города, потому что уже есть в СССР. Множая территория отстоять нужно. Совершенно верно. А вы вспомните Великую Отечественную войну с фашистской Германией. И на что делал вставку Гитлер? На то, что... Как, кстати, наше государство тогда называлось? СССР. СССР. Помните, да? Советский Союз. Совершенно верно. На что он взял вставку? На то, что многонациональный Советский Союз просто как колосс на Блининах ногах лукнет. Потому что национальности все поднимут бунт и не будут защищать вот эту страну. Но что получилось? Получилось наоборот. Все вместе объединились и выстояли, отстояли свободу независимой страны. Да, Катя. Мне кажется, что многонациональный Саратов – это хорошо, так как на данный момент Россия распродает свои природные ресурсы. А если бы люди разных национальностей проживали бы в России и использовали бы эти ресурсы в России, то, возможно, у нас не было бы таких проблем с экономикой. Ну, только я немножечко не понимал. Но в национальной губернии – это хорошо? Я думаю, что это хорошо. Во-первых, по той причине, которую я озвучила. И еще, так как у нас есть лишние руки рабочие, то есть лишние люди, которые могут устроиться на всю работу, на которую, например… Русские не очень охотно идут. Например, мы говорили с вами про таджиков. И люди, которые приехали к нам и живут здесь, они чем занимаются? На какой основной работы они нанимаются? Дворниками. Очищают наш город и делают его чистым. Спасибо им большое за это. Ведь русские, скажем так, неохотно устраиваются в этом городе, поскольку заработная плата не очень большая. Поэтому приезжают они здорово и замечательно. Скажите, когда вы работали над своими темами, вот такой вопрос – сталкивались вы или нет? Много межрелигиозные конфликты, конфликты на межрелигиозной почве. Но вот нам здесь сказали, что их как бы нашли немного, один-два. А вот конфликты на национальной почве, они присущи нашей Саратовской области? Они есть или нет? Вот те, кто работали над этой группой и над этим вопросом. Аль, можно без примеров? Просто вот есть, нет? Да, такие конфликты есть, и их достаточно много. Это совершается, потому что мы, именно мы, русские, очень нехорошо относимся к выходцам из других стран. Нас это, я не знаю, почему нас как-то задевает, что ли, но мы начинаем их убивать. Вот это постоянно. Мы считаем, что мы, так скажем, более выше стоим, чем они по уровню развития и по всему. То есть мы хозяева этой страны, как бы, и всё. Вот давайте тогда следующий вопрос у меня вам такой. Смотрите, много религиозных, много национальной Саратовской губернии. А как тогда нам уживаться вместе? Вот где вы видите пути выхода? Ведь смотрите, положительных сторон нашего сотрудничества и то, что мы живём вместе, вы назвали достаточно много. Но есть всё-таки и отрицательные моменты, а это конфликты, это недопонимание. Как тогда нам таким разным уживаться вместе? Вот что нужно делать? Как нужно себя вести? Как вы думаете? Давайте. Что? Составить закон толерантности. Составить закон толерантности. Который будем соблюдать. Уважать культуру других народов. Уважать культуру других народов. Как нужно себя вести по отношению к другим народам? Более терпимо. Более терпимо. Ещё. Лиза? Быть толерантным другим нациям, народам, уважать их. Посмотрите, вот слово сейчас упомянули, толерантные. Мы как бы сталкивались с ним. Но давайте на нём немножечко остановимся. Что такое толерантность? Посмотрите, когда вы приходите, когда к вам приходят гости, вы стараетесь их дома посытнее накормить. Вот сейчас вы мне говорите, для того, чтобы жить в мире и в согласии, вот я такую вот чашу рисую, нужно быть толерантными. Что такое толерантность? Я вот здесь пишу вам. Толерантность. Из каких ингредиентов оно будет состоять? То есть придумайте мне слова-синонимы этого слова. Главное. Уважение. Уважение. Пишу. Уважение. Уважение. Ещё. Ещё. Даша, ещё как? Терпение. Терпение. Ну терпимость давайте. Терпимость. Так. Терпимость. Ещё. Взаимопонимание. 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 Ещё. Ещё. Да. Взаимопонимание. 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 Это какое отношение между людьми, такими разными, проживающими на территории нашей области, ну и в другом области, а вообще? Толерантность это что? Это какое отношение между людьми? Ну с места. Мне кажется, толерантность это хорошее отношение к другим нациям, народностям, религиям и другим. Да, и те слова, которые мы с вами написали. Да, и поведение человека, который с тобой находится рядом. Находится рядом. Замечательно. Толерантность это отношение, взаимоуважение к другим нациям. Тоже терпимость, чтобы конфликтов не было. Так. То есть терпимое, да? Уважительное, прежде всего, на первое место все-таки я бы поставила, уважительное отношение между разными людьми разных национальностей. Поскольку мы живем с вами в таком многоплановом мире, в таком многонациональном мире, и это наша, в принципе, судьба, да? Мы от нее никуда не уйдем. Я уже говорила, что исторически так сложилось, что и Россия, и Санкт-Петербург – это многонациональная область. Просто жизнь по-другому, наверное, у нас с вами не получится. Значит, ребят, вот у меня к вам такое конкретное предложение. Мы сейчас с вами больше теоретизировали по поводу этого вопроса. У меня было конкретное предложение. Вот вы сидите сейчас очень удобно, очень компактно, разделиться на три группы и попытаться вместе вот так объединиться, создать декларацию толерантности для учеников седьмого-третьего класса физико-технического лицея. Пусть она будет небольшая, пусть это будут три-четыре принципа, которые вы предлагаете для того, чтобы нам все существовать вместе. Ну вот сделайте, пожалуйста, попробуйте. Но в качестве справки информации я вам скажу, что декларация толерантности, она была принята организацией международной ЮНЕСКО. Вот ЮНЕСКО, кто-нибудь слышал, что это за организация? Что это за организация? Это организация, которая охраняет все памятники истории. Памятники культуры истории, которая создана при организации объединенных наций, да? В 1995 году была такая декларация толерантности принята. Мы ее с вами не брали, не изучали, но обязательно прочитаем с вами, поскольку документ достаточно сложный. И вот 18 ноября отмечается теперь в мире каждый день, простите, каждый год, день толерантности. Да, ну не каждый день, каждый год. Я предлагаю вам, объединевшись с группой, попробовать написать. Пожелите, давай так, близко, друг другу. Месочки, давай. Месочки, я дам. Месочки, давай. Если я вам нужна, я в вашем распоряжении, пожалуйста, Три-четыре принципа, не больше, поскольку время у нас по три минуты. Три-четыре принципа. Три-четыре принципа. Три-четыре принципа. Три-четыре принципа. Три-четыре принципа. Три-четыре принцип. 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 Три-четыре описывали. Одноклассников в трудной ситуации. Будет такое у вас, когда вы поддерживали одноклассников в трудной ситуации? Да. Примеры можете привести? Да. И Евгений Андреевич, все поддерживают друг друга. Когда Евгений Андреевич, то это будет по-массиматски. Всем. И вы тогда все друг друга поддерживаете. Решаете, это помогает. Срабатывает. То есть, когда у всех это не так обидно, когда только у тебя. Помогает. Ладно, давайте свою депорацию. Ну, повторимся. До многих. Давайте посмотрим. Первая способность поставить себя на место другого. Так. Второе. Не радоваться неудачно других учеников. У всех в жизни есть легей радости. Третье. Относиться к ученикам, которые чем-либо отличаются от тебя так же, как хочешь, чтобы к тебе относились. Наташа, в вашем классе это такое практикуется. То есть, все нормально, все бесконфликтно. И иногда возникают конфликты. На какой-либо почве. А почему, как думаете, почему возникают конфликты в вашем маленьком коллективе? Почему возникают межличностные конфликты? Мы сейчас вот немножечко от Саранской области перекинем мостик к вам. Почему они возникают? Белая ворона. Из-за чего? Потому что в классе есть белая ворона. А кто определил, что она белая ворона? Все вот так вот думают. Нужно так думают. Все должны как-либо поддержать. Но на самом деле так думают. Но на самом деле так важно, что не нужно снять конфликты. То есть, я не знаю, что кто-то станет выше, чем этот человек. На самом деле мы все равны. Скажите, а что должно быть с критерием вот этой вашей равности? Что это? Один не так одет, пришел в школу одет. Или причертка какая-то другая. Вот вы по какому критерию выделяете людей и ставите их белой вороны? Вот это белая ворона, я с ней общаться не буду. И такие сбои, они в принципе бывают. Класс. Лена. Мне кажется, когда мы находимся в школе, мы должны ставить критерии по центру каких-то учебы, каких-то достижений в школе. Но вы, мне кажется, неправильно, это неправильно белая ворона тем, что мы по одежде, как вы сказали сейчас, по интересам, которые нам не нравятся. То есть не проявляем вот эту терпимость, толерантность, о которой мы сейчас говорим. На государственном уровне, а вот в классе мы это делаем. Я стала совершенно согласна, что, наверное, умственные ваши способности являются самым главным определяющим, а не только в человека отдель, как он сегодня выглядит, какое он настроение и так далее. Умственные способности и добрый ли этот человек, отзывчивый, готов ли он прийти на помощь, наверное, это самое главное. Так, Ратарша, сейчас. Еще четвертое, относиться с уважением к проблеме другого. Это очень важно, потому что каждый может оказаться в ситуации такой сложной. Да, нужно уметь помочь человеку, как бы, перегалывать себя. А он даже, то есть, уплечить через себя, забыть обиды какие-то у человека. Пожарить это лично. Замечательно. Ну что, принимаем декларацию. Смотрите, какие хорошие вы здесь положения мне озвучили. А вы скажите честно, положа руку на сердце, а вы готовы жить по этим правилам, не только в физико-техническом лицее, а и выходя за пределы физико-технического лицея? Филипп, ну что там обсуждаем? Готовы или нет? Мы всегда на нас стараются. Не всегда, но на нас стараются. Ну что, голосуем? Декларация считается принятой, да, если за нее проголосовало, но большинство, скажем так, присутствующих в зале. Так, кто за? Прошу поднять руки. Давайте мы будем голосовать за все, что вы предложили. Некоторые положения, они все равно повторяются. Значит, мы их высключим от редактира. Повесим. Все, приняли эти наглазы. Теперь смотрите, самое главное, чтобы то, что вы мне сейчас написали, и то, что вы говорили, чтобы вы все это приняли как руководство действия. Ребят, о чем мы сегодня с вами говорили? Давайте посмотрим на доску и прочитаем тему урока. Семенов? Слове «Мое 100 тысяч». Я. Слове «Мы 100 тысяч я». Как вы понимаете, вот эти слова, которые я выбрала в качестве разговора, в качестве темы для нашего сегодняшнего разговора. Слове «Мы 100 тысяч я». О чем это? Да, давайте. Потому что в обществе, в детстве, как каждый считает себя выше других. Каждый считает, ты тоже так считаешь? Нет. Вы выше других. Ну а что за всех? Говорим только за себя. Ну есть такие люди, которые считают себя выше других, и в каждом обществе таких далеко не один человек. Ну хорошо, но вы так считаете? Вы себя считаете выше других? Нет. Ну, говорите за себя. Как мы понимаем с вами эту тему? Слове «Мы 100 тысяч я». Слово «Мы 100 тысяч я». Целая складка системальных частичек. Да. Ну, допустим, «Я» это 1,5-3,5 частичка. А если их будет много, то получается уже большое целое «Мы». «Мы». А это сила или нет? Да. Зачем вам вместе объединяться? Ну, существуйте каждый сам по себе и все. А зачем вам «Мы»? Скажите мне, пожалуйста. Вы такие индивидуальные, вы такие яркие. Зачем вам это слово «Мы», Семен? Зачем? «Во всем похоже», друзья. Что? «Во всем похоже друг с другом». «Во всем похоже». «Во всем похоже». Ну, так сейчас с вами играли и увидели, что вы очень не похожи. Да, чем-то вы схожи. Но чем-то и не схожи, это так. Я думаю, что «Я» это важно. Но когда команда, это тоже сил. И в жизни человека становится лучше, когда вокруг него есть еще кто-то, который может поддержать его. Замечательно. Ань, сейчас спрошу всех. С 10-10 членов. То есть, как правило, я сказала, мы все частички, но мы все частички должны быть равны между собой. И чтобы получилось вот целый, нормальный. Ну, что значит равны? Мы же не равны с вами. Да, мы же там такие разные. В чем мы должны быть равны? Равны, может быть, с возможностями, да? В отношении друг к другу. Да, замечательно. Саня, что у вас это сказали? Я хотела сказать насчет того, почему «Мы» это сила. Да. Когда работаешь в команде с кем-то, то, допустим, у тебя одни интересы, у него другие, и можно знакомить друг друга. То есть, когда надо произвелось какую-то работу, один из специалистов, какой-то, какой-то имеет сыграть материал. Замечательно. Вот то, что вы работали, проводили научно-исследовательскую работу, такую титаническую, в течение двух недель, и раскапывали вот этот вот материал, который мы там очень компактный, очень быстро представили. В принципе, это была работа в команде. Посмотрите, там, где команда была дружная, сплоченная, результат получился очень хороший. Но в целом, давайте подведем с вами итог. Вот мы живем с вами в одном большом доме, имя которого – планета Земля. Мы живем с вами в великой стране – России. Мы живем с вами в Саратовской области, и мы ученики физико-технического лицея. Вы все разные, и это здорово. Но каждый из вас – индивидуальность и личность. Так сложилось, что Россия – это национальная страна. У нас много наций и народностей, и огромное количество традиций и обычаев. И главная задача нашей с вами – научиться эти традиции и обычаи уважать. И понимать другого, как себя. Вы знаете, был такой философ, и есть польский философ Ежелец. Он как-то сказал, границы рая и ада подвижны, но они всегда проходят внутри нас. Вот мне хочется, чтобы вы это помнили, чтобы вы с этим ушли, и те замечательные положения и слова декларации, которые вы написали, вы взяли на вооружение и жили мирно и дружно в нашем физико-техническом лицею. И выходя за пределы этого лицея, вы об этом не забывали. Ребята, большое вам спасибо за откровенный разговор. Я последний вопрос хотела вам задать. Скажите, пожалуйста, какое вы хотите, чтобы я вам задала домашнее задание? Никакого, да? Никакого. Но достойный ответ. Вы сегодня поработали хорошо, поэтому я вам не задаю, никакого домашнего задания. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...